Пять взрывных устройств с поражающими элементами. Именно такой боекомплект был изъят у 31-летнего мужчины с сотрудниками МВД и ГКНБ. На след экстремиста правоохранительные органы вышли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как выяснилось, задержанный является активным членом радикальной экстремистской организации. Правда, какой именно, не сообщается. В ходе обыска у него дома были обнаружены и изъяты самодельные взрывные устройства в количестве пяти штук с содержанием необходимых компонентов, начненных поражающими элементами без детонатора. Также электронные носители и книги религиозной экстремистской организации. Проводятся следственные мероприятия по установлению связей и намерений задержанного. Как выяснилось, экстремистские взгляды разделяли и другие члены семьи задержанного. Ранее его брат и мать уже были осуждены и сейчас отбывают наказание в колонии. Эксперты говорят, таких семей в стране достаточно много. Все эти люди находятся под постоянным контролем спецслужб. Всех на учет не поставишь, но где-то примерно под наблюдением органов внутренних дел, безопасности, находятся несколько тысяч человек. Тем не менее, кто нарушает закон, они попадаются повторно некоторые и несут заслуженное наказание. Эксперты говорят, для решения проблем экстремизма пора отказаться от только силового подхода. Правоохранительные органы сейчас делают достаточно для обеспечения национальной безопасности. Нужно начать работать на предупреждение о таких явлений, считают аналитики. Вывод здесь следующий, на мой взгляд. Первое. Необходимо ясное, четкое понимание, в чем национальная цель в стране. Вот это вот очень важно. Идеологически представить, это задача государства. Национальные цели следующие. Далее. Необходима четкая политика в некоторых самых важных основных сферах жизнедеятельности. Прежде всего образование. Далее. Некий четкий план распределения производительных сил страны. Услышать официальную позицию правоохранительных органов на эту тему не удалось. Милиционеры отказались комментировать даже факт задержания экстремиста. Распространив новость в информационных агентствах, столичная ГУВД, ссылаясь на некие интересы следствия, решила не давать каких-либо разъяснений. Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС.